Доброе утро! Это окно в кино, дайдже самых заметных событий в мире кинематографа. 3 ноября в Таллине стартует крупнейший и авторитетнейший кинофестиваль Балтийского региона «27-е темные ночи». Из фильмов, имеющих отношение к России, в конкурсе заявлена вторая полнометражная работа грузинского режиссера Ризо Гигенейшвили «Пациент номер один». Это биографическая драма о позднем СССР и последних днях жизни генсека ЦК КПСС Константина Черненко. Главные роли в которой сыграли Александр Филипенко, Игорь Черневич, Ирина Купченко, Сергей Гилев. А для Инны Чуриковой эта картина стала последней ролью в кино. В фокусе международного кинофестиваля в Таллине кинематограф Сербии и ее соседей – Словении, Хорватии, Черногории и Северной Македонии. А фильмом «Открытие темных ночей» станет «Сербский опенгеймер», триллер Драгона Бьелогорлича «Стражи формулы». О югославских разработчиках ядерной бомбы. Ну а мы пройдемся по главным кинорелизам грядущего праздничного уикенда и начнем с фантастического триллера «Человек неоткуда». В 1960 году, еще до полета Гагарина, во время засекреченного запуска ракеты в космос происходит авария. Космонавт Ким Кириллов, придя в себя, понимает, что оказался в Москве будущего. Он почти ничего не помнит о своей жизни до полета. Единственное его воспоминание – образ девушки из прошлого. У Кима – молодой организм, хотя по документам ему должно быть 89 лет. Ему придется не только разобраться в устройстве нового мира, но и попытаться вернуть себе свою прежнюю жизнь и любовь. Его нигде нет. А значит, его не существует. Он придумал себе персонажа, в котором он живет. Я кое-что вспомнил. Идея фильма принадлежит режиссеру-постановщику Ринату Давлятьярову, известному по ленте «Летчик» и ремейку «Азорь здесь тихие». Главной роли в фантастическом триллере про советского космонавта исполняют Александр Метелкин, Варвара Комарова, Илья Любимов и Ирина Медведева. Сразу несколько фестивальных хитов этого года вышли в национальный прокат на этой неделе. Первый – полнометражный дебют Ильи Малаховой «Привет, мама». Европейская премьера фильма состоялась в официальной программе одного из наиболее престижных международных кинофестивалей в Сан-Себастьяне в сентябре. Также фильм принимал участие в конкурсной программе киносмотра «Выборг», где актриса Дарья Савельева получила приз за лучшую женскую роль. Кире 38 лет. Она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше, получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить, наконец, со своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется. Ты себя вспомнишь 16? У меня 16 уже она была. «Привет, мама» – это история о позднем взрослении и преодолении детских травм. Главные роли в картине исполнили Аглая Тарасова и Дарья Савельева, которая призналась, что получился фильм про очень важное, про бережное отношение к людям. Этого так мало в нашем мире, ведь у нас не всегда получается быть внимательными даже к близким, ценить, любить и уважать их. Еще одна фестивальная и тоже женская история оказалась на большом экране в начале ноября. Обладатель награды «Серебряный Георгий» как лучший фильм в конкурсной секции «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля. Полнометражный дебют режиссера Светланы Самошиной по сценарию Натальи Мещениновой «Край надломленной луны». В центре сюжета семья, в которой одинокая мать пытается воспитывать младшую дочь-подростка, практически потеряв контакт со старшей. 14-летняя Соня неожиданно узнает, что мама много лет врала о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми и сбегает из дома. Старшая сестра Соня отправляется на поиски и находит ее на старой даче. Там три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивались годами. Психологическая драма «Край надломленной луны» поднимает сложные вопросы в отношениях детей и родителей. Для Светланы Самошиной, выпускницы филфака СПБГУ и курса режиссура Нью-Йоркской академии киноискусства, это очень личное кино, которое помогло ей самой найти ответ на большинство трудных вопросов. Сценарий ленты написала Наталья Мещенинова, соавтор фильмов «Аритмия», «Снегирь» и режиссер картины «Один маленький ночной секрет». В главных ролях Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова. Вот такие свежие релизы доступны в ближайшее время в кинотеатрах. А из дома, кстати, можно посмотреть ленты фестиваля европейского кино, который возвращается в Россию в онлайн-формате. С 1 по 15 ноября всем любителям авторского кино доступен 21 фильм из стран Евросоюза и России. «Спектр велик» – крепкое жанровое кино в диапазоне от горячих социальных драм до бурлескных комедий. Актуальная документалистика и фестивальные хиты, объехавшие весь мир. Приятного просмотра и берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин